Огромный всем привет всем моим зрителям! Сегодня очередной ролик с показом покупок, сделанных на барахолке и блошинных рынках Германии. Сегодня будет у меня такая сборная солянка. Буду показывать находки и из секонд-хенда, и из барахолки. Это секонд-хенд с коробками, в котором я часто снимаю свои ролики. А также будут показаны покупки, сделанные на обычном уличном блошинном рынке. И начну я свой ролик с вот этих вот покупочек, которые вы уже видели. Но не все из вас посмотрели этот ролик. Это был ролик с покупками из супермаркета. И в самом конце я показала быстренько вот эти покупочки из секонд-хенда. Поэтому сейчас я хочу уделить им чуть-чуть больше внимания и показать их получше. В секонд-хенде мною был куплен вот такой вот молочник, очень нежный, красивой формы, фарфоровый, с розовым цветочком и листиками в серо-зеленых пастельных тонах. Фирма, которая его изготовила, это фирма Winterling, Германия, Бавария. Скорее всего, этот молочник принадлежал сервизу. Но в магазине я нашла только один этот молочник. Остальных частей сервиза там не было. Я его приобрела, так как мне очень нравится и форма, и изображение. И вот это вот более интересная покупка. Это части японского сервиза фарфорового с ручной росписью. Молочник. Тоже такие приятные краски. Коричневые, бежевые, с розовым. Тоже такие пастельные, неяркие. И здесь, на донышке, мы видим с вами литофанию. Очень тонкий, такой звонкий фарфор. И сахарница. Тоже очень красивая. Опять же, с ручной росписью. Такие вот типичные мотивы. Которые типичны для таких сервизов японских. Состояние отличное. Сниму крышечку, на крайний случай, чтобы случайно не перевернуть, не уронить. Вот такое вот клеймо. И, как правильно заметила одна моя зрительница, ручки сделаны в виде бамбука. Напоминают, по крайней мере, бамбук. Я сама на это не обратила внимания. Поэтому большое спасибо моей зрительнице, которая написала об этом. Да так здорово. Вот, и посмотрите. Тут на донышке мы с вами видим сейчас на свет. Да, что мы здесь с вами видим? Видим мы там лицо женщины, лицо гейши. Так, может быть, и здесь будет лучше видно. Вот, я думаю, сейчас вам это видно, да? Напишите, кто увидел лицо женское на донышке. Мне очень редко попадаются какие-то интересные вещи именно в этом секонд-хенде. Он у нас очень скудный, очень бедный. Ну вот, за несколько месяцев походов туда, раз-два в неделю, кое-какие интересные вещички я там все-таки успеваю выловить. Конечно же, я там не одна такая охотница за интересными вещами. Я атрибутирую эти две части сервиза примерно к середине 20 века, 50-е годы. Но это только мое ощущение. Я вот этот вот штамп, это клеймо не нашла в интернете. Может быть, вы знаете больше. Буду рада, если вы напишите в комментариях. Возможно, этот сервиз сделан чуть позже, чуть раньше. Да, вот так вот. Такая вот приятная покупочка. Далее хочу показать вам две кружки. Я думаю, многие из вас помнят момент, когда я нашла вот эту красивую кружку на барахолке в коробках. Конечно же, я не могла ее там оставить. Это теперь одна из моих самых любимых кружек. Такая вот прелесть. Заснеженный морозник. Сидит нахохлившаяся птичка. По-моему, эта кружка просто чудо. Так, конец. Это немецкая фирма. И еще одна чудесная кружечка. Такая, видите, длинненькая модель, высокая. Тоже очень-очень классная. С веселым рисунком лисички. Такая вот. Их было две. Но, к сожалению, вторая была с отбитым краем. Я сначала взяла эту кружку. Потом вернулась, думаю, возьму с отбитым краем. Но ее уже там не было, представляете. Но я думаю, что кто-то забрал ее просто для декорации. Потому что, на самом деле, ну, даже если поставить, например, в нее на Новый год несколько веток елки и нарядить игрушками. И где-то это уже будет очень красиво. Поставить где-то в доме это будет очень красиво. Ну, я, конечно, использую эту кружку для кофе-чая. Такая вот прелесть. Вот. Возможно, многие мои зрители помнят вот этого воробушка, которого я купила, наверное, год назад на блошином рынке. Такой вот прекрасно детализированный фарфоровый воробей ручной раскраски. Известный немецкой фирмы Гёбель. Вот. И буквально пару месяцев назад я нашла ему парочку. Тоже на блошином уличном рынке. Вот еще одна такого воробушка. Ну, судя по окраске, это оба воробья, воробья-самцы. Но у меня они будут сидеть парой. Те, кто подписан на мой инстаграм, уже видели вот этого новенького воробья. Ну, а для остальных я показываю эту парочку сейчас вместе. Вот такие вот они, красавцы, воробушки. Добавились в мою птичью небольшую коллекцию фарфоровых фигурок. И я очень этому рада. Такие вот милахи сидят у меня теперь на подоконнике среди орхидеи. Кстати, хочу показать вам мою новенькую орхидею. Так, переставим немножко. Ага. Ой. Плохо подготовилась. Вот, смотрите, такая лимонно-желтая. Классная орхидея. Новенькая. Пару дней всего лишь она у меня. Да, мельком вы увидели мой подоконник, на котором стоят всякие мелочи, которые подготовлены к показу и так далее, которые я уже показывала. Вот у меня такой подоконник есть на кухне, где стоят всякие интересные фарфоровые вещички. Экспозиция меняется время от времени, но костяк остается. Так, смотрите. Вот такие вот прекрасные воробушки. И еще одна покупочка хрустальный бокал, фужер. К сожалению, только один. Такой вот красивый. Тяжелый такой. Очень качественный хрусталь. Предполагаю, что фирма Nachtmann. Но, конечно же, я в этом не уверена. Возможно, какой-то другой немецкий. Немецкий, а может быть, даже богемский. Очень красивый, качественный. Кстати, хочу сразу ответить на вопрос. Меня иногда спрашивают, о чем мне одиночные бокалы. Ну, во-первых, для чего нужны одиночные бокалы? Например, я пить могу только из одного бокала одновременно. Не знаю, как вы, но я из шести бокалов, например, как считается набором. Считается полноценным набором только шесть бокалов почему-то. Но обычно я пью только из одного одновременно. Поэтому почему бы и нет? Почему бы не купить один красивый бокал для себя, любимый? Во-вторых, многие коллекционируют как раз одиночные бокалы. Есть очень много коллекционеров, которые коллекционируют разные бокалы, рюмки, стаканчики и так далее. Ну, а третье. Очень многие люди ищут в интернете недостающие бокалы. Вы удивитесь этому, возможно, но очень часто люди покупают один, два, даже три бокала для своих наборов, которые у них не полные дома стоят, и не хотят восполнить отсутствие. Так что для этих причин люди и покупают на барахолках одиночные бокалы. Ну, конечно, есть еще и другие причины, возможно. Но я вам назвала три. Можете выбрать любой, какой вам понравится. Следующая покупка деревянная перцемолка. Мельница для перца. Такая вот темно-коричневая. Такого массивного, хорошего дерева. Здесь написано буква П. В ней даже еще есть перец. Да, он там позвякивает, постукивает. Ну, что меня удивило, когда я перевернула эту мельницу для перца. Название фирмы. Как вы видите, Пежо, Франция. Там еще стоят какие-то надписи. И в том числе название города Лион. Очень я удивилась, что фирма Пежо делала вот такие вот мельницы. Может быть и сейчас делает, я не знаю. Такие вот мельницы для перца. Такая вот интересная находка. Кстати, она очень хорошо работает. Очень хорошо мелит перец. Я уже проверила. Так что, такая вот находочка. Вот эти фарфоровые розетки. Моя следующая находка и покупка. Небольшие розетки. Очень красивые. С ветками сакуры. Такие вот азиатские мотивы. Это фирма у нас. Граф Фангеннеберг. Из города Ильменау. И написано, что сделано в Германской Демократической Республике. Вот так вот громко. И опять же, эти розетки промелькнули в одном из моих роликов, где я снимала поиск в коробках на барахолке. И одна моя зрительница написала, что это часть сервиза. Ну, что, в общем-то, конечно же, логично, что у нее есть такой сервиз целый. Но, к сожалению, на барахолке были только эти четыре розетки. Даже не шесть, а четыре. Но, как говорится, мы рады и этому. Рады и этому. Вот такие вот четыре одинаковые фарфоровые розетки. Очень красивые. Вот такие два фарфоровых симпатичных домика выудила я из одной коробки на последнем блошином рынке у нас в округе в этом году. К счастью, я успела там побывать. И вот в одной коробке у одного продавца я нашла два вот таких вот фарфоровых домика. Видите, у каждого домика на задней стенке есть номер. Я предполагаю, это номер модели, формы, выдавленной в тесте фарфора. Вот клейма никакого нет. Но это неудивительно. Я думаю, что это первая половина XX века. Возможно, это была целая улица или целая такая деревенька с церковью и с множеством домиков, еще каких-то деталей. Но, к сожалению, такова реальность, что находишь часто только части сервизов, части наборов. Так и здесь только какая-то часть досталась мне. Два прекрасных фарфоровых домика. Ну, опять же, мы и этому рады. Такие вот хорошенькие домики. Просто прелесть. Такая детализация хорошая, да? Как я уже говорила, когда я начинаю снимать свои ролики, сразу активизируются все. Дети, муж, соседи приходят за солью и маслом. Почтальоны приносят почту, посылки. В общем, короче, все, кого я сто лет не видела, приходят в этот самый момент. Короче, поэтому собаки начинают гавкать и так далее, и так далее. Ой, ну все, сейчас вроде бы все успокоились, все разошлись. И я хочу показать вам эту леечку, которую вы тоже видели на барахолке, в момент, когда я ее нашла. Очень интересная лейка. Кстати, посмотрите, как у нее ручка. Вот смотрите, она переходит, видите, внутри переходит в носик. И вообще не видно никакого отверстия, но вода из нее выливается исправно, все с ней в порядке. Я предполагаю, что вот там, вот около носика, под этой вот трубкой, есть отверстие, из которого вытекает вода. Потому что иначе это будет просто необъяснимо. Это очень интересная конструкция. Вот такая вот необычная металлическая леечка. Это еще одна покупка на барахолке. Вот такого классного гуся или лебедя я нашла в коробках на барахолке. К моему огромному счастью у него осталась целая его шея и клюв, и даже хвостик нигде не обломился. Вот такой вот классный, еще раз скажу это слово, другого не могу подобрать, шикарный, чудесный гусь или лебедь мне достался. Причем я там была уже не с самого начала открытия на барахолке. Видите, никому он не приглянулся, к моему огромному счастью. Но достался он мне. Так что такая вот прелесть теперь живет у меня. Он чем-то напоминает еще одного гуся, который есть у меня. Но этот гусь у нас именитый, знаменитый испанской фирмы Ладро. Вот об этом говорит нам печать. И гусь этот у нас 1978 года. Я как-то его уже показывала. Чем-то он напоминает. Конечно же, это какая-то другая фирма. Но посмотрите, как они чудесно смотрятся парой. Эти две водоплавающих птицы. Один снисходительно смотрит вниз, другой весело за лихваски смотрит вверх. Заигрывающий на своего более высокого собрата. Вот такая вот получилась целая композиция. Гусиная, утиная, лебединая. Очень симпатичную кофейную пару. Мокко я приобрела на одном из блошиных рынков. Такой вот неизбитый рисунок винограда, листьев и виноградной гроздья. Чашечка сама по себе тоже очень красивая. Красивая ручка, красивая ножка. И блюдца в замечательном состоянии. Сразу видно, что эта пара просто стояла у кого-то в витрине для красоты. И здесь мы видим клеймо фирмы Бауэр Лейман из города Кала. Клеймо это ставилось между 1935 и 1965 годом. Но я думаю, что эта пара относится к 50-м годам. Вот такая вот простенькая, но со вкусом сделанная кофейная миниатюрная пара. Очень красивый белоснежный фарфор, белизну которого оттеняет золотой узор. Вот такой вот красавец молочник извлекла я из недр одной из коробок целеньким и невредимым. Просто совершенный красавец. Я так думаю, со стилизованными цветами чертополоха на счастье. Вот такая вот ручка. Он такой, знаете, внушительный, прямо как кувшинчик. Какая красивая ручка. Есть прям совсем небольшие потертости. Как раз в том месте, знаете, вот когда, где берут за ручку. Так вот от пальчиков, видите, совсем чуть-чуть. Потертости с обоих сторон, с обеих сторон. И все. В остальном его состояние прекрасно. Ну и здесь немножко на носике потертости. Это у нас Freiberg Porcelan в Германии. Я не нашла именно это клеймо. Каким годам оно относится. Я так думаю, 50-е, 60-е. Может быть и раньше. Но что интересно, эта фирма существует до сих пор. Выпускает разные декоративные предметы из фарфора для дома. На их сайте можно купить, посмотреть и купить их продукцию. Freiberg Porcelan. Такой вот красавчик. Звонкий-звонкий. Представляю вашему вниманию вот это великолепное чайное трио цветочное фирмы Худченройтер. Посмотрите, какая ручка у него вообще. Какая форма чашки. Рисунок и снаружи, и внутри. Яркие цветы. Мне оно кажется таким весенне-летним трио. Как вы думаете, на что это больше похоже? На лето или на весну? Муж мой сказал, что это лето. Но мне это кажется таким переходным от весны к лету. Такие вот краски майские, как мне кажется. Уже и не весна ранняя, но еще и не лето. Нежная зелень, яркие цветы. Такая вот красота. Все реже встречаются эти прекрасные чайные трио. И каждый раз сердце замирает при виде такой красоты. И, конечно же, я сразу покупаю такие вещи. Вроде бы ничего особенного, мне кажется, да, на первый взгляд. Но качество фарфора фирмы Худченройтер, конечно, непровзойденное. Это одна из лучших немецких фирм по производству фарфора. И не я одна, так считаю. Многие немцы со мной согласны. Большинство. Поэтому эту фирму очень любят, ценят. И найти вот такую вот трио большая удача на блошином рынке. Потому что их покупают мгновенно. Ну вот, мне повезло. Я думаю, что где-то 60-е годы. Посмотрите на клеймо. Вообще, у Худченройтера есть где-то в интернете таблица. Вот видите, между буковками ЛХС на клейме стоят точки. И вот эти вот расположения этих точек между буквами... Это Лоуренс Худченройтер. Селоп. Обозначают эти буквы. Имя и город. Имя производителя и город. Где находилась фабрика. И вот в зависимости от того, где стоят точки, можно узнать год изготовления фарфора. То есть точки, они всегда стоят в разных местах, по-разному расположены. Вот у меня где-то сохранена эта страница. Но я искала. Наверное, у меня на старом компьютере осталась эта закладка. Ну, кому интересно, вы можете найти в интернете при желании. Хотя я попыталась. Но я недолго пыталась. Я не нашла. Но где-то есть, я знаю. Не все по годам. Не все печати по годам. Но частично. Частично можно найти. Такая вот красота. Стараюсь держать аккуратно. Не уронить. Такое вот веселенькое, яркое трио. И завершаю свой ролик вот такой вот подставкой. Это плитка на ножках. Плитка на ножках на металлических. Такого золотого цвета. Что у нас здесь написано? Сделано в Германии. Также стоит штамп фирмы Manufactura Worms. Значит, это ручная роспись. И здесь еще написано Denysburg 65. Может быть, это 65-й год. И посмотрите, какая красота. Это ручная роспись. Плитка ручной росписи. И я не знаю, каким должно быть сердце ваше, чтобы на эту плитку ручной росписи ставить что-либо горячее. Что-либо горячее, потому что это у нас подставка под горячее. Официально так называется эта вещь. Но я считаю, что она может только служить декором. Но никак нельзя ставить на эту красоту что-либо. Представляете, да? Сковородку с картошкой и салом. Так бряк на эту подставочку, да? Не знаю, у меня аж волосы зашевелились на голове. Думаю, что большинство моих зрителей все же согласятся, что функция именно этой подставки это для красоты. Вещь для красоты. Для любования. А я заканчиваю свой ролик на этом прекрасном цветке. Кстати, что это за цветок? Делитесь своими мыслями на этот счет. У меня тоже есть мысль, но я хочу услышать от вас. Не буду вас сбивать. Заканчиваю свой ролик. Если он вам понравился, буду рада вашему лайку под этим видео. Всем желаю хорошего настроения, счастья. Поздравляю всех с наступающими праздниками. И, конечно же, всем здоровья. Вам и вашим близким. И до новых встреч. Пока-пока.